Здравствуйте! Сегодня буду делать летнюю прививку груши на эту яблоню почкой. Сегодня 12 августа 2017 года. В конце видео будет показан результат летней прививки почкой, сделанной мною на этой яблоне. А теперь смотрим видео, как я делаю прививку почкой на яблоне. Но это не значит, что так должны делать все садоводы. Это всего лишь моя практика. Делаем осмотр подвоя и выбираем необходимую ветку, на которой будем делать прививку почкой. Выбираем ветку, на которой будем делать прививку. Я в данном случае буду на этой ветке делать. До этого необходимо полить хорошенько яблоню или подвоечный материал, куда будем прививать, чтобы кора вот перед временем хорошо отделялась. И делаем надрез коры Т-образно. Длина где-то реза я делаю 4 сантиметра. И поперечный надрез коры делаю где-то около 2 сантиметров. И концом пятки, если есть вот такие ножи, до конца пятки отделяем кору. Если нет, то можно ее острием. Разницы нету, но просто, что конец пятки не так острый. Аккуратно отделяем вот так вот. Отделяется. Вот в одну час мы отделили, теперь буду вторую отделять. Эту сторону еще забыл сказать, которую будем мы делать прививку, лучше за день хотя бы ее затенить, чтобы не так она иссушалась, эта ветка от солнца. Когда затенить ее, она тогда будет более влажной в среде находиться. И прививку лучше делать в вечернее время или рано утром. Но вечернее время лучше. Просто что вечером может не так хорошо видно, как днем. Но прививка приживается в вечернее время лучше. Я в данный период делаю утром, потому что вечером, если буду делать, то плохо может быть и видно. А для себя-то вообще-то я так делаю в вечернее время. Все, вот так вот отделил кору, вот как видим. Кора отделена. И теперь в это место буду ставить почку. Берем веточку приводя, в данном случае груша. Обрезаем вот так листик, только хвостик оставляем. Хвостик это будет сигналка, привилась у нас почка или нет. Берем хорошо с развитой почкой. Вот как видим, какая развита почка. И делаем срез. С нижней части я делаю чуть больше, чем с задней. Многие наоборот делают заднюю часть больше, чем нижнюю. Я не знаю, правильно это или нет, но приживается. Главное, чтобы она прижилась. А как лучше или нет, каждый пусть решает сам. Делаю так, вот срез, начало, это верхняя часть. Беру где-то углубление 2-3 мм под почкой. И стараюсь выходить на поверхность сразу после почки, где-то через сантиметр. Вот, это остаток среза, чтобы было видно. А это почка, вот так выглядит, срезанная. Поближе, во всех размерах. За это место лучше не браться. И завожу эту почку под кору. Она легко заводится. Вот так аккуратненько, чтобы кора не была завернута. Потому что если пойдет кора на заворачивание, то, соответственно, она не приживет с прививкой. Необходимо, чтобы почка привоя груши полностью была заведена под кору подвоя. Тут мне обрезать нечего. Я его просто смещаю до конца, сколько можно, чтобы обрез там сзади не делать. Я не делаю обрез. Вот как она выглядит поближе. Это место, которое будет сейчас обматываться скотчем. Поближе глянем, давайте. Место прививки. Вот, как видим. Здесь кончается меня в этом месте прививка привоя. Вот она. Я ее не обрезал. Многие обрезают. Я делаю ее, как она есть. Она нет, исходит так, она и остается. И потом вот так вот зажмется скотчем. И здесь стричь пленка. Все, теперь я ее делаю обмотку. Обмотку делаю лентой. Называется прививочная лента. Выписывал ее из Китая. В России таких я не нашел. Вот, она такого образца зеленая. Стоит недорого. Пришла где-то чуть более месяц шла она, но пришла. Нашу стричь пленку нарезал эту обыкновенную фурлоне. Она наша, конечно, тянется хорошо, но она тонкая. Чуть прижмешь и она рвется. Поэтому я лучше буду использовать такой пленку. Это поплотнее как бы. И лучше будет прижимать соответственно. Делаю обмотку, начиная где-то на сантиметр ниже места срез. Вот кончается нижний срез. И я делаю чуть ниже на пленочку. Хотя бы на сантиметр. Вот так захват делаю. И делаем обмотку. Прижимаем с таким усилием, чтобы пленка не порвалась. Чем сильнее мы прижмем, тем лучше. Многие делают эту обмотку изолентой. Может и изолентой нормально, но я не пробовал и не могу сказать. Если у кого есть практические опыты, что он после изоленты делал обмотку и хорошо приживалась, расскажите внизу под видео. Помаленечко так поднимаемся вверх. Прижимая кору. Чтобы привой был зажатый в коре подвоя. Как видим, вот как она плотно сжимается здесь. Здесь в этом месте она почти со старым местом сошлась. Вот кора. Как видим, плотно. В этом месте получится, конечно, расхождение коры подвоя. Потому что здесь вставлен привой. Теперь, доходя до этой веточки, делаю так наперекрест чуть-чуть, как куколку. Чтобы этот хвостик, сигналка наша, вот этот хвостик, он был как бы в куколке находился, обвернутый. Поднец теперь подвожу. Аккуратненько. Тоже кору хорошо прижимаем в этом месте. И теперь в обратной стороне тоже наискоса так беру. Плёночку распрямляю, если она подвернулась. И ещё раз вот так обводим. Всё здесь она хорошенько прижата. И теперь свыше верхнего среза тоже прохожу где-то на сантиметр. Всё, вот так вот прошёл. Теперь ещё раз обратно вернусь, чтобы поплотнее это прижим был в коре, чтобы она плотно прижималась. Всё, вот так вот прижал. И на этом будем делать отрыв этой ленты и сделать завязку. Завязываем здесь на узелочек, чтобы не развязалась. Всё, вот так выглядит наша прививка как куколка в обмотке и с плёнкой. Вот этот хвостик, эта сигналка будет, прижилась наша прививка или нет. Приблизительно где-то через 10 дней оно будет видно. Если она останется чуть-чуть бледная, но не чёрная, значит прививка наша прижилась. Если она сразу в течение 10 дней почернеет, можно сомневаться, что прививка прижилась. Она быстрее всего не прижилась. Поэтому этот хвостик стоит, она всё как сигналка. А в рост она пойдёт только на следующий год. Если будет вот такого цвета, как это сделано у меня, сейчас покажу прививку, которая сделана у меня 1 августа. Вот как здесь мы видим, что прививка сделана 1 августа. Она, этот хвостик стал такой бледно-светлого цвета, но не чёрный. Наша прививка здесь прижилась, а почка только тронется на следующий год. В этом году ничего не будет видно. А вот эта прививка, как видим, тоже 1 августа сделана. Всё, она мёртвая, она не прижилась. Видим, хвостик этот почернел. Значит, прививка здесь, можно сказать, что не прижилась. Для лучшего приживания прививки почкой это место необходимо притянить. Это место прививки. Вот как видим, место прививки. Если оно попадает под солнце, то можно прикрыть чем-нибудь. В данном случае я прикрыл виноградным листом. Вот так его виноградный листик положил. И здесь завязал скотчем. И всё. И теперь наша прививка будет защищена от солнечных лучей. Пусть она так приживается. Вот такие прививочные работы. В летний период времени почку на фруктовых деревьях каждый может сделать сам своими руками. Сегодня 1 мая 2018 года. Давайте мы разглядим, как я в прошлом году делал окулировку с пяшкой почкой. Это было 12 августа. И посмотрим её. Хорошее развитие. Вот наблюдаем. Пошёл зеленец. Сейчас, как видим, я ещё стресс-плёнку не разматывал. Целый почти год она здесь находилась. Сейчас мне необходимо будет её освободить, и чтобы этот зеленец спокойно рос. Итак, приступаем к освобождению этих почек от плёнки. И начинаю аккуратно её разматывать. Аккуратно, чтобы почку не обломить. Многие советуют сразу стресс-плёнку снимать где-то через месяц-два. Я не стал этого делать. Вот она перезимовала под этой плёночкой. И теперь я её освобождаю вот этой плёнки. Всё, освободил. Давайте поближе глянем. Так выглядит данная почка. Вот видим срастание и живучесть почки. Слава Богу, что почка прижилась. На этой ветке, где в прошлом году была сделана прививка окулировкой с пящим глазком, необходимо отступить 20-25 сантиметров, не более, и сделать срез той ветки, на которой была сделана эта прививка. Вот здесь место прививки видим. Вот листочки. Это груша, привита на яблони. Оставляю один побег зелёной яблони. И после него делаю срез. Раз, и всё, срезал. С того времени прошло около 10 месяцев, как сделал я прививку с пящей почкой. Это было в прошлом году, 12 августа. Давайте мы рассмотрим итог прививки. Как она развивается на этот период времени. Сегодня 12 июня 2018 года. Вот видим прививка с пящей почкой. Здесь листочки. И побег ещё развивается очень слабенько. И рассмотрим другую прививку. Тоже проделана в один и тот же самый период времени. Вот видим вторая прививка. Груши на яблоню тоже проделана с пящей почкой в прошлом году. Вот видим, какой хороший побег. Около 15 сантиметров на данный период времени. И ещё хочу показать одну прививку, которая сделана черенком. Тоже 12 августа. Груши на яблоне. Вот видим, какой хороший побег пошёл от неё. Прививка черенком в августе месяце лучше растёт, чем прививка с пящей почкой. А это прививка груши на яблоне. Проделана два года спустя. Эта прививка третий год пошёл. И видим плоды вот этой груши. Две груши. Вот такой результат от прививочных работ, проделанных летом в прошлом году. Надеюсь, это видео будет полезным для начинающих садоводов, любителей. И для тех, кто желает сделать прививку привоя на подвое и не знает, как поступить ему в этом деле. Вот такой небольшой обзор был сделан мною. Прививки в августе месяце с пящей почкой. Как мы видим, результат окулировки с пящей почкой в летний период времени. Любых плодовых деревьев, в том числе груша на яблоне. Кто желает получать известие о добавленных мной новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.